Привет! С вами Людмила Семененко и я продолжаю реалити. Худею после 50 до своего идеального веса. Ну что ж, я вам обещала рассказать, как прошла вчера свадьба. Я ходила на свадьбу друзей моего мужа. Невесту я видела всего второй раз в жизни. Пара молодая относительно, жениху 68, невесте лет 45 примерно. Красивая пара, счастливы, молодцы. Муж, если что, вдовец, неразведенный. Это не та история, когда бросил жену женился на молодой. Ну, неважно, это все лирическое отступление. По факту, как я и говорила, конечно же, будет привес после свадебного ужина. Я, в принципе, не обожралась. Ура! У меня была эта главная цель, быть в норме. И самое интересное, я вообще не испытывала каких-то внутренней борьбы, что вот мне того нельзя, этого нельзя. Я просто ела то, что хотела, сколько хотела. И особого желания съесть что-то еще у меня не было, в принципе. Хотя, при всем при том, по съеденным по калориям и так далее, ну, примерно в два раза больше, чем мой обычный похудательный ужин, скажем так. Поэтому, естественно, на ночь глядя, все это, плюс тортик, оно просто еще не вышло из моего организма, плюс задержало воду. Отсюда и привес 600 граммов. Конечно же, это не то, что я снова это наела жировые клетки. Нет, конечно, это просто нереально за один ужин. Тем более, не такой уж и слишком калорийный. Так что все нормально, продолжаю движение в избранном направлении. И я не совершаю главную ошибку, когда, ну, то есть, две главные ошибки после таких убойно-калорийных вечеров. Или сказать себе, гори все синим пламенем, у меня нет силы воли, все равно буду тогда жить, как жила, есть что хочу, не оглядываясь на калорийность и так далее. Аппетит, не аппетит, голодна, не голодна, ем, что хочу. Это один вариант. Второй вариант. Ой, все пропало, я опять все наела, нужно быстро все это скинуть. И садимся на голодный супер-разгрузочный день, невзирая на чувство голода. И пытаемся за один день все это быстренько себя согнать. Это тоже ошибка, потому что, если мы не прислушаемся к себе, к потребностям своего организма, и вырываем у себя, у себя из ата кусок, тогда, когда действительно голодны, ни до чего хорошего это не доведет. То есть, срыв очередной уже не за горами. Не буду совершать эту ошибку. Просто возвращаюсь к своему привычному, стройному питанию. Те, кто подписан на дневник, видят, в чем это заключается. Сегодня у меня немножко побаливала голова с утра. Сейчас совсем чуть-чуть осталось. Парацетамол, старый добрый, помогает. Хотя алкоголь и не пила, подчеркиваю, я с ним завязала. Ну, если не на 100%, то в основном. Не знаю, что это. Моя любимая мигрень, которая со мной с детства. Она сегодня у меня коснулась, но я сумела купировать приступ. Ура! Замечательно. Так что день продолжается. Если вдруг будет мне получше, может быть, даже пойду на тренировку сегодня. Не знаю, очень хочу, но не знаю, не буду заказывать. А вам хорошего дня и мне хорошего дня. И все у нас получится. Движемся дальше.